Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Сейчас проходит ваша выставка, которая называется «Новые прошлые Тамары Стофферс». И она проходит в центре фотографии братьев Люмьер. Да, это правда. Мы туда собираемся. И что же, дорогая Тамара, мы там увидим? Расскажите. Там повышено 47 моих работ, коллажей, сделано из изображения Советского Союза. Это картины, которые сочетают в себе что-то из быта, да, из жизни нашей страны, тогда, когда она была Советским Союзом. И она с чем сочетается? Калаш? С чем-то? Уже с современными какими-то, да? Нет. Это все изображения, которые я использую из этого времени. С 70-х, 60-х и начала 80-х. Как в Нидерландах вы узнали про Советский Союз и решили сделать вот такие коллажи? Мне было очень мало известно о этой времени. Я нашла книгу в Second Hand магазине с изображением Москвы во время 60-х. И я очень влюбилась в этой книге из-за его необычной атмосферы. Да. Слушайте, ну а что со стороны вот необычного в этом? То есть немножко сказочная такая была Москва, да, на этих картинках? Да, да, да. Ну что вас привлекло? Красота, колористика? Как это? Конечно, колористика и архитектура очень по-другому, чем в Нидерландах. У нас есть очень много деталей на фасадах. И здесь я видела такая бруталистическая архитектура, где просто видно бетон. Рубанистическая такая, да? Да, например, хрущевки или просто панельные дома. И мне очень понравилось. Так, Тамара, хрущевки это круто, скажите? С точки зрения художника из Нидерландов, хрущевки это круто? Мне это очень интересно, да. Интересно, да? Да. Что касается сталинских высоток, вы знаете о том, что это такое? Расскажите ваше мнение вот об этих домах. Мне нравится этот сталинский империй. Это как-то торжественно выглядит. Торжественно? Да. И очень монументально. У нас, конечно, все дома очень низкие. И там маленькие кирпичи. У нас тоже не все такие дома. И улицы очень узкие. А когда здесь гуляюсь по проспекту, и там шесть дорогах. Шесть полос. Да, это очень необычно и впечатляет меня. Тамара, вы знаете, как живет наша страна, ну, как жил Советский Союз, не только по Москве? То есть это отличается от столицы? Я это понимаю, но я же только смотрю на этих книгах, и в них часто напечатано изображение Санкт-Петербурга и Москва. И поэтому мне не очень много известно, как жили люди в других городах. Мне очень бы хотелось все узнать, конечно. Ну, в какой город бы первым вы поехали, кроме Москвы и Санкт-Петербурга? Вы были, кстати, в Питере? Нет, пока нет. Вот, то есть Петербург на очереди. Я собираюсь туда и в Казан, и в Туле. В Туле? Да. Прекрасно. Ну, Тула совсем недалеко. Друзья, куда еще отправится Тамара Стоферс? В ближайшее время мы узнаем чуть позже. Оставайтесь в компании Страна.ФМ. И нашей гости можно задавать вопросы на русском языке. Тамара прекрасно говорит по-русски. В ВКонтакте Страна.ФМ там есть публикация, посвященная визиту нашей гости из Нидерландов. Пишите. Лучшее в стране. Друзья, Тамара Стоферс, художник из Нидерландов, в гостях у теле-радиоканала Страна.ФМ. Пока вы еще размышляете, идти или не идти в центр фотографии братьев Люмьер, где можно посмотреть на фото коллажа, фотографии. Это же картина получается или как-то? Как мы называем это? Для меня это коллажи. Это коллажи, да, коллажи Тамары, которые называются «Новое прошлое Тамары Стоферс». Мы давайте расспросим Тамару про ваше прошлое, да, из какого вы города, где учились, потому что там очень интересно. Я из Вода, это маленький город. Я учила в Хронинген, это на севере, на современное искусство, школа современного искусства. Получается, вы учились на художника. Да. И вот в процессе обучения вы уже понимали, что будете заниматься коллажами? Или это был традиционный вид обучения, где кистью вы что-то, так сказать, пишете? Как это все? Там было очень нетрадиционно. Нетрадиционно. И это меня смешало. Я хотела учиться писать как в старых мастерах, как Рембрандт. Маслом, акварелью. Маслом, да, маслом. Темные цветы. А этому не учат сейчас, да? Нет, нет. А чему уже учат? Там ничего, там нет интереса для этого. Там более упор делают на замысел твоих работ. А я хотела именно знать, как... Всю технику, да? Как смешать краски, палитры и прочее. Да, 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 композиции такие. А тогда я нашла, что в России есть очень хорошая школа. И начинала к этому готовить активно. Школа какая, Тамара? Рейпинский институт или Сироковский. И вы там проходили обучение или как? Как это все? Нет, я хотела там поступить. И поэтому также учила русский язык. А пока у меня не появилась возможность, чтобы там учиться. Смотрите, сейчас вы говорите, как мне кажется. Я, конечно, не преподаватель оттуда. Но вы можете уже изъясняться по-русски прекрасно. Сейчас можно поступать туда, учиться, как считаете? Есть ли время у вас желания? Время есть, желания есть. А надо еще стать богатым. И это пока не... То есть пока не все складывается, да? Да, да. Хорошо. А вообще в Нидерландах знают ли что-то? Ну, вот вы, например, изучали какие-то работы российских художников. Да, да, да. Кто у вас, может быть, из любимых? Я видела недавно передвижники, выставку передвижники. И там видела работы Рейпина. Мне очень понравилось. У нас есть в Музее современных искусств есть очень большая коллекция. Это в Нидерландах, да? Да, работа Малевича и Кадинский. Слушайте, а есть ли, например, какие-то ваши известные художники, да, нидерландские, картины которых вы тоже очень так вот сильно любите? Мой любимый художник — это до сих пор Реймбрандт. Хорошо. Я хотел спросить вас про то, как же вы изучали русский язык. Друзья, это интересная тема. Мы поговорим чуть позже. Пока же Ирина Забияка и Чили на телерадиоканале «Страна.ФМ». Мы скоро вернемся. Лучшие в стране. Дамы и господа, Тамара Стоферс в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». И вопрос, который касается языка. Тамара, как можно научиться самостоятельно, друзья, научиться так говорить на русском языке? Один из самых сложных языков на планете Земля. По интернете. Можно найти списки слова и просто научиться потом купить себе какую-то книгу и стараться ее читать. Первая книга, которую вы прочитали на русском языке и поняли ее содержание? Что это было? Колобок? Что это? Три поросенка? Наверное, это... Неужели «Война и мир»? Что? Нет. Это какая-то книга Чехова. С сюжета «Собака». Но я не знаю, как я ее называла. Слушайте, но в любом случае, Чехов — это круто. Это здорово. Ну, там были иллюстрации, и это мне очень помогло. Это подкупило, да? Да. А какие еще наши писатели, российские писатели или писатели, которые писали на русском языке, вам близки, вам нравятся? Работа Пелевина мне понравилась. Виктор Пелевин? Да. Так. Да. Дальше я не очень много знаю русских писателей. Хорошо. Чтобы нам изучить Нидерланды, кого нам надо почитать? Это очень трудный вопрос, потому что у нас не очень большое литературное наследство. Мы больше работали над изображением во время нашего золотого века. Поэтому трудно отвечать на этот вопрос. Хорошо. Мы будем тоже тогда по интернету изучать. И, кстати, вы же фильмы еще изучали наши. Да. Какие фильмы вы смотрели? Расскажите. «Приключения Шурика». Операция «Э» и «Приключения Шурика». Да. Служебный роман, «Карнавалная ночь», «Ирония судьбы». Мне это все очень понравится. «Самогонщики». «Самогонщики»? Да. Слушайте, в Нидерландах смотрят «Самогонщиков» или они догадают? Я смотрю. Я не скажу, что голландцы. А вы понимали, что там делали люди в этом фильме? Да, да, да. Да? Да, да. Мне одна подруга объяснила, что они делали и как это работает. А в Нидерландах есть такие вот умельцы? Нет, потому что у нас больше любят пиво. И также никогда не было запрет на алкоголь. И поэтому не нужно было это самоделать. Что такое сухой закон, там не знают? Нет, не знают, нет. Понятно. Вы расскажите, пожалуйста, у вас очень красивое, и мне кажется, не самое привычное для Нидерландов имя Тамара. Вот, может быть, я ошибаюсь, может быть... Это чисто случайность, да. Вы думаете? Да. Что случайность? Да. Но вы спрашивали родителей, почему так вот... Да, 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 но у нас в Нидерландах часто выбирают имя из других стран, потому что у нас имя очень неловкие и... Ну, чтобы проще было, красивое имя, да? Я не знаю. Ну, а в честь кого-то, может быть, назвали вас? Об этом что-то говорили родители? Никого. Моя бабушка, она Хендрика, и другая Клазина, и мне. Хорошо. Мы вернемся тогда к выставке. Выставка стартовала, насколько я понимаю, вчера. Да. Вы там бываете с вами? Можно там встретиться? Да, да, да. Я по субботу веду экскурсии на 16 часов. Вот в эту субботу? В эту субботу, да. Можно приходить в Центр фотографии братьев Люмьер, и вы как раз покажете, расскажете все там по своим коллажам, правильно? Да. У нас есть возможность, друзья, посмотреть некоторые работы Тамары прямо сейчас в эфире Страны ФМ. Тамара, вы увидите и прокомментируйте. Вот, давайте. Да, это Крымский мост. Крымский мост, так. Володарский проспект. Волгоградский? Нет, Володарский. Володарский. Это в Санкт-Петербурге. То есть вы там не были, но... Нет, нет, это вся из книг, Академгородок. Так. Это консервы? Да. Это прилавки. А когда-нибудь в Нидерландах так было с консервами? Вот так вы выкладывали? Нет, нет. У нас всегда все на полках. Так, это... Арбузы и лестница. Потемкинская лестница. Потемкинская, да. Это Советский Союз. Так. Это люди загорают. В Питере мало солнца, поэтому надо пользоваться каждым днем. Ну, сколько времени уходит на придумывание каждого такого коллажа? Как у вас? Это зависит от внутреннего состояния. Надо чувствовать себя комфортно и сделать правильную атмосферу, чтобы попасть в какое-то креативное, я не знаю, состояние, чтобы делать это. Ну, для вас это прогулка, это спорт, это... Нет. Что это? У меня есть своя коммуналка, и там я поставлю очень много вещей из советских времен, и тогда я просто играю музыку и сижу, как будто я в коммуналке 60-х. Есть ли у вас специально приглашенные соседи, которые, например, что-то варят там такое, и белье висит на веревочке? Ну, у меня есть интересные соседи, да, да, да. Они помогают, да, креативить? Да, ну, я не знаю, либо помогают, либо отвлекают от работы, но мне очень приятно с ними. Скажите, Тамара, много ли коммуналок в Нидерландах? Да, ну, это как студенческое общежитие, а не для взрослых обычно. Дамы и господа, какую музыку слушает Тамара, когда готовится? Мы узнаем чуть позже. Будьте в компании Страна ФМ. Поговорим еще. Друзья, Тамара Стоферс, художник из Голландии, из Нидерландов на телерадиоканале Страна ФМ. Мы говорим сегодня о том, что совсем скоро, да, в общем-то, уже проходит выставка «Новые прошлые» Тамары Стоферс. Вы приходите, если у вас есть время, если нет, найдите. Центр фотографий братьев Люмьер. Хотела вас спросить, Тамара, по поводу музыки, которую вы слушаете в коммуналке в Нидерландах, и настраиваетесь на то, чтобы создавать коллажи. Что это за музыка? Я очень люблю джазовую музыку и слушаю такие старые пластинки от ансамбла «Мелодия». Издательство «Мелодия». Извините? Издательство «Мелодия», то есть фирма, которая выпускала эти пластинки. Да, да, да. Музыка для отдыха. А каких советских, российских артистов вы знаете? Конечно, знаю Юрия Шутунов. Юрия Шутунов, да. Да. Ласковый май группа. Да, да, да. И кино. Дальше я не очень много знаю. Слушайте, ну вы сразу вот выкладываете тузы просто. Что говорят по поводу группы кино в Нидерландах? Ничего не говорят, потому что никто не знает. Но вам понравилась именно эта музыка? Да. У нас много же разной музыки было в то время и в Советском Союзе. Да, это были одни из самых известных артистов, те, о которых вы сказали, но были еще. Но вы выбрали именно этих? Просто сердце подсказало или? Нет, моих дружей. У меня есть много друзей, которые из либо Украины, либо из России. И они все это слушают. И тогда я также чувствую какая-то привязанность к этой музыке и все совместные как это. Ну что, музыка объединяла людей, да? Да. Это вы имеете в виду? Да. Смотрите, значит, каждую субботу, если я правильно понимаю, вы приходите в Центр фотографии братьев Люмьер. Каждую. Каждую, да? В 16 часов? Не каждую. Расскажите. Только в следующей. Только один раз получается? Да, да. И потом до 30 июня вы не приедете? Нет. Слушайте, ну это эксклюзивнейшая возможность. В 16 часов билеты как приобрести? В интернете посмотреть? Я не знаю. Наверное, по интернете, да. Ну, сколько она по времени длится? Это ваша экскурсия, ваш мастер-класс? Это зависит от количества вопросов, которые мне задают, потому что... Чаще всего что интересует людей, которые расспрашивают вас? Как я сделаю кулажи, или знаю ли я эти места, и использую ли я также новые изображения? Ну, смотрите, у вас получается 70-ми, 80-ми ограничивается, да, временной период? Да. То есть 50-е, наверное, 80-е, вот эти 30 лет? Да, да. Ну, будет ли возможность потом как-то расширить или другую страну, например, взять? Были еще страны, которые входили там в соцлагерь? Ну, та же Украина, может быть, там Польша, вот где-то там посмотреть? Да, да, да. Есть ли такие у вас замыслы? Мне очень интересно сделать так, что в этом кулаже. Я пока не нашла книги, и поэтому не сделала. Но в перспективе есть, да? Да, конечно. Тамара, вы как художник занимаетесь сейчас только этим, или есть еще какие-то направления вашей деятельности, которые, ну, вот... Я пишу картины, и также иногда сделаю маленькие скульптуры. Это... В какой технике скульптуры? Это что, из чего? Ну, это очень трудно об этом говорить. Я сделаю их из полиэтилена, это какая-то пластика, и можно сделать... Я не знаю, но я сделала... Скульптуры из пластика вы вырезаете? Нет, нет, там... Это жидкость, и это потом будет твердо. Да. То есть, смотрите, вы делаете фигуру, заливаете пластиком, или это какой-то 3D-принтер? Как это устроено у вас? Нет, нет, заливаю. Все руками, да? Да, да. Картины, это пейзажи, это натюрморты, это портреты, что? Это натюрморты и портреты. Их можно тоже как-то будет увидеть? Вы их покажете нам? Не на этой выставке, но, конечно, хочу когда-то их также показать. То есть, есть шанс, что вы их привезете в Россию, да? Если меня приглашают, конечно. Чуть не сказал Советский Союз. Да. Слушайте, в Советском Союзе что, глядя на фотографии, вас удивляло больше всего? Потому что, ну, вы жили совсем в другом, в такой, в другой цивилизации даже, получается. Для вас что было самое удивительное? Вот этот соцреализм, что там? Что очень обычные вещи, может сделать очень необычным. Например, в Феденхе есть такой пунктан, золотой колосс. Это просто зерно. А там выглядит так торжественно, так впечатлительно и так необычно. Это станет очень важно. Ну, выглядит как будто это очень важно. И у нас такие вещи не существует. У нас больше всего есть скульптуры о интеллигенции или, может быть, какой-то политик очень-очень давний. И поэтому это очень заинтриговало меня. Рабочий колхозница, вы видели там монумент? Да-да-да, также очень интересно. Просто обычных людей, которые так показывают, как будто она очень сильная. Ну, это действительно так? Да. Это прекраснейший монумент, который ремонтировали там на ВДНХ. Была реконструкция, поэтому мы ждали вас, Тамара. Так, хотел вас спросить по поводу Питера. Что ждете там увидеть? Разводные мосты, Эрмитаж, памятник Петру, Александрийский столб, там что? Конечно, я хочу посмотреть на Эрмитаж, но я больше всего хочу в жильные районы, чтобы посмотреть на самые высокие панельные дома. Так. Да, ну... А как вам дворы, колодцы, вот это? Так, я хочу... Здесь дом-бублик какой-то, крупный дом. Да-да, есть. Есть дом на ножках здесь, знаете? Да, да. Я все написала в свою маленькую путеводитель и собираюсь туда идти. Ну и Казань также вместе с Тулой. Ждите, пожалуйста, Тамару. Тамара приедет, правильно? Да. Друзья, у нас маленькая пауза. Наталья Подольская появляется в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы скоро вернемся. Лучшее в стране. Дамы и господа, это телерадиоканал «Страна.ФМ». Наша программа «Лучшее в стране». И мы сейчас выходим на международный уровень. Сегодня Тамара Стоферс в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Художник из Нидерландов. 16 марта в 16 часов, запомните, это очень легко. Тамара будет рассказывать о своей выставке. Выставка эта проходит до 30 июня в центре фотографий братьев Люмьер. Приходите, находите возможность, время и, возможно, увидите себя, свой город. Ну, в общем, то, как мы жили в Советском Союзе в каком-то необычном интересном ракурсе. Хотела вас спросить по поводу того, в чем какие-то, может быть, отличия вы увидели с Нидерландами, когда приехали сюда. Ну, вот как люди здесь ведут себя? Какой-то есть схожий момент, какое-то отличие? Есть, конечно, очень многое отличие. Отличие? Да. Давайте рассказывайте. Интересно. Например, у нас все люди на улице, когда ты смотришь на них в глазах, они тебе улыбаются. Это у нас просто положено. Это так сделать, и здесь нет. Тамара, вы знаете, я сейчас под гримом краснею. Мы тоже хотим улыбаться, но то погода, то пробки, понимаете. А так мы очень улыбчивые. Мы возьмем на вооружение, галочку поставили. Что еще, Тамара? Магазины открываются позже. У нас все по 9 утра или, может быть, 8 утра уже. А у нас больше. Да, и люди больше используют здесь общественный транспорт. Но, конечно, это Москва, и поэтому трудно сказать, ли это так же. Но пробки-то есть у вас там вообще? Очень многие, потому что у нас страна маленькая, и дорога так же нигде нет 6 полосок. Это у нас не существует. У нас есть 6 полосок, но есть и пробки на эти 6 полосок. Да, но у нас только 2 полоски, и поэтому и все ходят в Амстердам, либо в Гага, либо в Роттердам. И поэтому там так же очень тесно. Хорошо, а в чем мы схожи, как вы считаете? Про магазины тоже запишите, пожалуйста. Ну, мы любим искусство одинаково. Любим искусство, конечно. Получается, что одни и те же фильмы хорошие. Любим кушать. И я думаю, что голландские люди и также русские люди связятся друг с другом на обед или просто с едой. А какие вот традиционные блюда в Нидерландах, можете сказать? У нас есть хитспот, но это как сваренные картошки и делают с вилкой, просто вместе с другим овощем, чтобы будет как-то неразличимо что-то странное. Кусок просто овощ и картошка. Ах, хорошо. Но не очень вкусно. Не очень вкусно. Нет. Давайте тогда про вкусное. Есть очень много сладостей, которые... Ну-ка, ну-ка. Шоколад любят в Нидерландах? Да, но у нас больше всего любят... У вас же там Бельгия неподалеку, да? Да, да, да. Но больше всего любят печеньки с сиропом, вафли, например. Модно ли, ну, после этого вопрос такой закономерный следующий. Ходить в фитнес-клуб? Любители печенек, вафли? У нас очень многие люди ходят в фитнес-клуб, но я лично не хочу. Но вам некогда, вы постоянно в разъездах. Да, да, это правда, но... Так же я просто люблю погулять. Если мы, дорогая Тамара, соберемся в Нидерланды, в какой город прежде всего и куда мы должны поехать, чтобы посмотреть страну? Ну, там, не знаю, например, выходные, да? Ну, кто-то вдруг, ну, дня три. Я думаю, в Гаге, потому что там не очень многих туристов, а там есть море, архитектура и очень хороших музеев. И там также есть наше правительство, значит, что в этот город, ну, есть много красивого, есть много богатства. Так. Ну, если не центральный город, да, просто какую-то провинцию, то где можно увидеть красоту и что-нибудь? Я очень люблю свой старый город, ну, этот город, где я учился. Так. Там атмосфера классная, потому что там очень многие студенты живут, и всегда есть что-то делать. Студенты живут, студенты на какие специальности, если вы знаете, сейчас чаще всего хотят обучаться в Нидерландах, чтобы как-то потом в жизни преуспеть? Бизнес, это у нас очень, все это хотят учиться, а у нас по специальности есть очень хорошие школы, мы часто работаем с водой, каналы или... Миллиардерство какое-то такое, да? Это имеется в виду. Это гидрография, по-моему. Да, гидрография, да. Да, да, это... Прекрасно. То есть, вот в этих направлениях как раз сейчас самые актуальные. Айтишников не так много, да, понимаю? Какие? Ну, люди, которые с компьютерами связаны, вот с интернетом. У нас есть уже слишком много этих людей, да. Все, большое спасибо. Очень приятно было с вами пообщаться. Я желаю вам найти возможность еще до 30 июня приехать и как-нибудь так же лично побывать на выставке, которая будет проходить друзья. Все в центре фотографии братьев Люмьер на новое и прошлое Тамары Стоферс. Спасибо, до новых встреч, всего самого доброго, вдохновения вам и передавайте привет вашей коммуналке. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Пока. Лучшее в стране.